Всем добренькое утречко! У вас такое бывает, как у меня? Я сама себя сейчас смеюсь. Обнаружила я баночку кукурузы у себя и думаю, о, можно сделать салатик. Но о том, что нужно купить еще к этому салатику, я об этом не подумала. А нужно было купить еще свежий огурчик, яйца, крабовые палочки. Кстати, крабовые палочки такие дорогие, я даже не ожидала. Ну вот сейчас стою и крышу салатик. Думаю, что будет очень вкусненько. Вообще-то у меня сегодня очень много дел, ребята. Во-первых, у меня там сейчас, если мешает немножечко стирка, звоня это у меня просто по времени не получается. Я сегодня бегу еще на маникюрчик, педикюрчик. В общем, сегодня день у меня красоты. Я обычно эти дни так и называю. День красоты, когда я бегу в парикмахерскую. На улице у нас сегодня пасмурно. Ну как, я не могу сказать, что прям совсем-совсем пасмурно. Просто нет солнышка. Очень тепло будет сегодня, по-моему, до плюс 11 будет тепло. Но очень сильный ветер. Я вам сейчас даже могу показать. Вот, пожалуйста, наша березка вся дрожит. Ну, мой показатель обычно флаг, но что-то он сейчас зацепилось. Полотнище не очень сильно развивается. Но поверьте, ветруган сегодня будет. Даже у нас предупреждение было, что будет очень сильный ветер. Но нам не страшно. Я не пойму, почему-то работает где-то генератор. У нас пока свет есть. Я не знаю, почему работает генератор на улице у кого-то. Может быть, напротив, в доме нет света. Но по нашей линии свет есть. Так что обещали сегодня вообще-то не отключать. Ну, не знаю, не знаю. Славочка пошел в лес с палками. Говорит, пойду пройдусь. Я говорю, ну там же ветер. Он говорит, ну в лесу же такого ветра нет. Но вот я смотрю, конечно. Да, да, да. Тебя запустить? Тебя запустить, да? Заходи. Заходи. Попросилась. Я смотрю, что ветки... Ну, не хочу балкон открывать. Может быть, вот так вот. Ветки наверху в лесу. Немножечко так это шатаются. Ну, придет, расскажет. Поздоровайся. Поздоровайся. Скажи, здравствуйте, зрители. А ну, проверяй, что там. Вот уже проверяющица. Да, такая уже проверяющица. Ей все надо. Славик вчера, между прочим, сказал, надо зайти, купить ей шлеечку и выгуливать ее. Мы вчера уже шли домой. Я уже не стала вам снимать. И на лавочке, отгляните, как развивается флаг. Видите, как его мотыляет во все стороны. В общем, о боже, бедная береза. И сидели на лавочке, и там, значит, на шлевочке. Кот, ну, такой уже взрослый, такой крупненький. Ты меня больно делаешь, Дерри. Ну, вот как это называется? Вот лезет, 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 лезет. Ты сейчас меня разденешь. Разденешь. Вот. И мы увидели этого, эту кошечку на поводочке. Славик говорит, нет, надо обязательно нам купить поводок. Ну, в общем, не знаю, может быть, пойдем и купим. Я вчера, кстати, там был кадр вчера в видео, что мы зашли, и я на почту. Я сказала, новая почта. Нет, это была Укрпочта. Я получила посылочку, получила пижаму. Ну, я сейчас ее стираю уже. Хотела показать, а потом думаю, ладно, постираю, потом покажу. Шикарная пижама. И я купила ее совсем за тешево. Были большие скидки. Я купила ее, там получалось 5 долларов. А сейчас она стоит больше 10, где-то 500 с чем-то гривен она сейчас стоит. В общем, так вот получилось, что успела. Ну, а я продолжаю готовить. И бульон варится, кстати. Вот, прекрасно. Бульон варится. Сейчас я сейчас все это порежу по крышу, а заправлю уже, когда будем кушать. Я сразу майонезом не заправляю. Ну, хорошо. Я работаю, а вы отдыхайте. Ну, вот салатик накрышил, осталось рис. Рис сейчас у меня варится. Ну, вот я не знаю, как готовить так, чтобы на двоих. Вот вроде бы всего по чуть-чуть, и получается все равно огромная такая вот миска. Ну, я привыкла, что у нас семья большая. Готовишь как бы на всех. А тут вот получается, что всегда у меня много. Ну, ладно. Надеюсь, что он будет очень вкусный. Мы его быстро съедим. Только что прибежала с парикмахерской. Сделала ногтики. Педикюрчик, маникюрчик. В общем, день красоты удался. Но сегодня у нас, конечно, тут событий немерено. Значит, ну, во-первых, отключали уже свет. Уже, правда, включили. Пока я была в парикмахерской, отключали свет. Были тревоги, но и нас предупреждают, что сегодня может быть очень сильный массированный удар. Поэтому готовьтесь, прячьтесь. Как нам пишут, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ну, вот так и делаем. Водой запаслись. Аккумулятор зарядили. Ну, а там как будет. Сделала салатик, кстати, вкусный, необыкновенно. Но я же все нарезала, поставила в холодильник. И убежала в парикмахерскую. А Славочка пришел после прогулки по лесу. И сегодня обедал без меня. Он пообедал, а потом думает, что ж там у нее стоит закрытая пленочкой. Говорит, попробовал. Что-то, говорит, оно никакое. Я говорю, так, во-первых, там, говорю, еще не все ингредиенты. Там нет риса, там нет майонеза, конечно. Оно еще никакое. Я же его еще не сделала. Говорит, а-а-а. А я думаю, что-то оно такое невкусное приготовило. Ну, вот я сейчас заправила. Немножечко. Очень вкусно. Так что, такая у нас сегодня, такой денечек. Мало того, что у нас паспурно сильный ветер. Причем предупреждают. Лучше не ходить на улицу. Потому что под деревьями особенно не гуляйте. Потому что все может быть в Киеве. Там особенное большое предупреждение. Но и у нас тоже. В общем-то, все сразу. И погода пасмурная, и ветер. Еще и обстрелы нам обещают. Ну, будем надеяться, что все пройдет для нас хорошо. Ну, дальше посмотрим. Так что, так. Ну, вот опять придут. А, еще одно предупреждение. Только что прочитала. Что у нас очикуется... Ой, очикуется. Господи, как же по-русски это будет. Ожидается. Ожидается большой снегопад. Так что у нас прямо сегодня насыщенный день информации. Ну, а я буду кушать. Пожелайте мне приятного аппетита. Ну что, ветер не заставил себя долго ждать. Только что пришло сообщение, что в Киеве упало дерево и убило насмерть человека. То есть, предупреждали, предупреждали, не ходите. Ну, вот так вот получилась такая вот неприятная ситуация. Ну, по поводу еще... У нас была информация о том, что многие посольства закрылись, потому что боятся массированной атаки. Ну, вот только что опять-таки пришло сообщение, что немецкое посольство... Ой, неудобно сидеть. Немецкое посольство открылось частично. Ну, в общем, все боятся вот этого вот непонятного какого удара. Ну, у нас уже на улице темно. Уже, как говорится, дело близится к вечеру. Ну, а дальше что будет, не знаю, ребятушки. Как у нас говорят, что было видели, что будет увидим. Ну, пока. До следующего включения.